здравствуйте меня зовут зинаида крылова в литературной рубрике мы говорим о книгах которые стоят внимание сегодня о классике но вы же помните когда-то в далекие времена древней греции классика означало то что изучается в классах то что в какой-то момент времени в какую-то эпоху стала образцом для подражания каноном классические произведения литературные в том числе потому что не только литературные помогают нам вести диалог с вечностью если хотите в них мы можем найти ответы на все наши жизненно важные вопросы но потому что классика это совокупный опыт предыдущих поколений а еще классика классические произведения это культурный код и вот тут литература на первом месте без культурного кода жить среди людей невозможно мы не можем с ним не считаться ну а как же иначе мы определим кто свой посему читаем классику и так главное не бойтесь вы не бойтесь жизни она веселая занятная чудная штука эта жизнь ну ладно не повезет вам упадете вы опуститесь до босячества до пропойства но ведь ей боу родной мой любой бродяжка живет в десять тысяч раз полнее и интереснее чем адам иваныч или капитан слива ходишь по земле туда-сюда видишь города деревни знакомишься со множеством страшных беспечных насмешливых людей смотришь нюхаешь слышишь спишь на траве мерзнешь на морозе ни к чему не привязан никого не боишься обожаешь свободную жизнь и всеми частицами души как люди вообще мало понимают не все ли равно есть воблу или седло дикой козы с трюфелем напиваться водкой или шампанским умереть под балдахином или в полицейском участке все это детали маленькие удобства быстро проходящие привычки они только затеняют обесценивают самый главный смысл жизни нет мой родной есть только одно непреложное прекрасно и незаменимая свободная душа а с ней творческая мысль и веселая жажда жизни и так моя рекомендация на сегодня александр иванович куприн выдающийся русский писатель и переводчик его творчество оказала огромное влияние не только на русскую на мировую литературу конца девятнадцатого начала 20 века хотя сам куприн никогда не рассматривал возможность зарабатывать на жизнь литературным трудом кем он только не был он работал продавцом табака актером да да он занимался актерским мастерством и даже обучался стоматологии вот настолько в разных областях он себя пробовал и все не зря куприн писатель от жизни они от вымысла он добывает сюжеты персонажи антураж из окружающего мира и его герои получается такими живыми а ситуации знакомыми каждому современнику это прозаик анна матвеева пишет еще посему-то герой его и получаются такими живыми потому что куприн лично пробовал эту жизнь на аромат на зуб на кулак если хотите милость божия литературная душа как называл куприна бунин и мы понимаем почему так называл читая купринская если каждый поставить себе целью жизни хоть один клочок пустынные неудобной земли превратить в сад то весь мир через несколько сотен лет превратится в цветущий рай александр иванович куприн классик тема все поглощающие любви главное в его творчестве любви который целиком захватывает человека все его помыслы все его действия все его поступки всю его душу целиком она эта тема воплощена в его лучших произведениях под этой обложкой четыре повести гранатовый браслет о нем хочу сказать отдельно константин паустовский когда-то назвал гранатовый браслет одним из самых благоуханных рассказов о любви на свете представляете как красиво еще здесь из повести олеся суламиф и поединок нет только ямы из знаменитых еще есть рассказы чудесный доктор куст сирени белый пудель ю ю ослон ребята ослон история маленькой девочки и огромной отцовской любви мне кажется остается в сердце любого читающего ребенка да и не только ребенка ну потому что куприн это ясный четкий честный и живой текст потому что произведение куприна это и есть сама жизнь это мастерство русского слова и такая знаете простая поистине библейская мудрость куприн это правда жизни в каждой строчке послушайте культура сердца у этого писателя всегда была сильнее культуры разума так писал его современник георгий адамович александр куприн был единственным из плеяды великих русских писателей эмигрантов кто все же вернулся в ссср в тридцать седьмом году если не ошибаюсь это произошло а в тридцать восьмом его уже не стало знаменитый изумрудный шеститонник куприна такой же символ оттепели как собрание сочинений хемингуэя читайте куприна друзья например вот такой дивный сборник осваивайте культурный код видите диалог с вечностью и просто радость чтения переживайте в этом сила классики на сегодня все до встречи а